МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Новина регионов» с Туда и Кристина Каранкевич. Добрый день у гэтым выпуском. Теплей на улице и холодней батареи. У режим протепливания будет переведены жильевый фонд на период природных потеплений. Инновационный проект по реабилитации после протезирования освоит у Могилевской областной больницы. Кали-спорт, объедновые, перемоги, эмоции и сяброуство. Выники спартакияды союзной державы Олимп. У режим протепливания будет переведены жильевый фонд на период природных потеплений. Отповедное решение подписано облвыконками и рекомендации накерованы в Аусе Гар и райвыконками в области. Отповедное решение подписано облвыконками в Аусе Гар и райвыконками в области. Отповедное решение подписано облвыконками в Аусе Гар и райвыконками в области. Отповедное решение подписано облвыконками в Аусе Гар и райвыконками в области. И вы знаете, вот еще такой момент. 10 из 10 случаев утверждают, что очень адские боли после наркоза, после вот когда заканчивается вот это. У меня этого не было. Инновационный проект, который реализуют в областной больнице, продугледживая раннюю реабилитацию после протезирования коленных суставов. Теперь медики не шикают, когда подживут ноги, а начинают распроцовывать коленки практически на наступный день, говорит кировник проекта. После операции начинаются контрактуры на месте неразработанного суставов. То, если раньше начать, то это даст полезный эффект сократить сроки пребывания на больничном. А те, кто работает, работающие раньше выйдите на работу. У областной больницы закупают специальные обстылявания для ранней реабилитации после протезирования и выучают новую методику. Например, сгинают, разгинают колено под анестезией. Кропку, нервы, которые необходимо без боли, шукают с помощью ультрагукового аппарата. Будет заниматься инструктор лечебной физкультуры, который ежедневно проводит с ними от одного до двух занятий по мере выраженности болевого синдрома. И по ходу этих всех занятий, соответственно, будут браться дополнительные биохимические исследования и анализы крови. Для чего? Данные анализы крови будут показывать, именно биохимические анализы крови, в какие сроки можно проводить реабилитацию, в какие сроки лучше ее немножко приостановить. Конечно, лучше сберегать свои суставы, говорить урачи. Но для многих пациентов протезирование – это максимум свернуть якость, життя и самообслуговывание. Лето с областной больницей заменили 70 коленных суставов. Все лето уже 50. Катярына Градницкая, Миколай Соболев, Новины Региона. Юные белорусские спортсмены лучше в хоккей и шахматах. Гости из России больше талиновиты в волейболе. В Могилеве подвели выники спартакеяды Союзной Державы Олимп. Гэта были 5 текавых и насыщенных дён. 200 удельников с разных регионов двух краин знайшли новых сябру. Отрымали множество ураженев и эмоций не только на спортивных пляцовках. Подробязности в наступном сюжете. Российский Челябинск и Белорусский Брест. Помеж этими городами 3000 километров. Спартакеяда в Могилеве объединяла юных спортсменов с разных городов двух держав. И выники негаловно означать у дельники, потому что в первую черву хлопцы и девчаты приехали в Могилев на встречу с новыми сябрами. И не дивно, что на церемонии закрытия спартакеяды все были разом и удобным настроить аппер у их агульные успамины. Мне понравились игроки, они были достаточно сильные. Ещё мне понравилась экскурсия и поездка в Зоосад. Мне эта спартакеяда запомнилась тем, что я провела здесь очень хорошо время и были интересные партии. Очень понравилось играть, очень интересно было. Очень хорошо был организован турнир и вообще всё очень хорошо. Мне запомнились больше всего экскурсии, еда, партии. Ну и мы очень часто играли и было очень весело. Я хочу ещё недельку тут побыть. На пьедестале белорусы и россияне. Гродинцы были мацни за усих у хоккея, брызшане у шахматах девчины с Челябинска, лепшей волейболистки. Такие соревнования – это ступенька, это шаг для каждой команды, для наших стран, для союзного государства, чтобы наши дети, наш спортивный резерв набирался опыта. И каждые эти соревнования – это маленький шаг на пути к завоеванию серьёзных медалей. Спартакея до союзной державы на протягу года проходит у четыре этапы. А ЛИН стал третьей часткой великой спортивной падии. На перде дяте чекает школьный турнир по футболе «Память героев-перамоги» у Волгоградзе. Андрей Шуляк, Александр Артемьев, Новины региона. У городским районе ушановали память солдат, які загинули подчас битвы под Ленина. 12-го Кастрышника 1943-го тут прайняла бой 1-я польская дивизия имя Тадевуша Кастюшки. Прошло 75 год, але традиционно на гэтым местце збираються поляки и беларусы. Что год 12-го Кастрышника у Агроградку Ленина городского района шматлюдна. Для же храма Елева Виталия приехать сюды традиция. Сё лето ён узял с собой сына Бориса. Он задаёт много вопросов, а почему мы здесь, а что да как. Ну я так в общем рассказываю про битвы, которые шли, про наших дедов, про прадедов. У тебя же участвовал в войне дедушка или прадедушка? Да, а ещё прабабушка. Минавито тут 1-я польская дивизия имя Тадевуша Кастюшки прайняла 1-й бой с гитлеровскими захопниками. Почас двухдённых боёв участки польской дивизии нанесли значную шкоду противнику, але и сами понесли страты, а маль 3 тысячи польских бойцов с гэтага бою не вернулися. Это просто подвиг. Мне кажется, что тронут, честно говоря, тем, что здесь жители помнят про этих солдат, которые шли и мечтали о свободной Польше. Для нас это место очень важное, потому что наши деды здесь воевали с немецким фашизмом. С немецким фашизмом и мы хотим гордиться их победой. Замечные делегации и представники громадских организаций Польши каждый год наветывают гэтая месса. Удельники жалобных мероприемств упэлнены про такие падеи не лиха забывать, как пьяны больше николи не паутарылись. Татьяна Сергеичек, Дарья Семянько, Николай Соболев. Новины региона. Могилёвские волонтёры провели доброчный субботник. Некальки десятков городжан рыхтовали вольеры сапада зимы, а так само приносили живёлам кормы и медикаменты. Новых господаров у вольерах Могилёвского товарыства «Обороны живёл» чакают 20 собак. У их часовых домах волонтёры проводили капитальный ремонт. Мыли, чистили, фарбовали, а так само умасовывали зверы. Лепшая подзяка за такую працу – пэт-терапия. Вот людей-собаки чакают пеш за всё уваги. Они же у нас тут целый день, и девчонки наши приезжают один раз в день. Иной раз времени не хватает, так вот. Мечутся между работой, семьёй, детьми, своими животными. Поэтому, конечно, когда вот такая большая компания, когда чем больше рук, тем нашим животным замечательно. Я елжу порау новыц с Версальской каскадной лесвице в Могилёве, что вядя у Подняколи стала самым популярным архитектурным объектом. Про это свежие тез дымки, что досылают у социальной сетки Могилёвчаней гостей города. Подивиться на новый арт-объект приходят сотни людей. Новая лесвица упрыгожена каскадными фонтанами за обо двух боков. По словах будовников, в наступном годе лесвица станет выглядать больше видовищно. Пролёты упрыгожат шматлики и кветки. Продолжение следует...